Телекомпания НТВ представляет К трёхсотлетию основания Российской империи К трёхсотлетию основания Санкт-Петербурга Поражение в Крымской войне обрушило Николаевскую Россию, апогей самодержавия. Вынести этого страшного краха император не мог. Закономерную кончину Николая встретили почти с облегчением. Со смертью Николая I уходила в прошлое его огромная эпоха, целые 30 лет русской жизни. Начиналось что-то новое, не могло не начаться. И современники чувствовали, что бы ни было, а будет другое. Не без иронии, говоря про прекраснодушные порывы начала царствования нового государя Александра II, Лев Толстой восклицал впоследствии. Кто не жил в России в 1856 году, тот не знает, что такое жизнь. Госпотовенский представитель собралась. Мало кого готовили к престолу, как будущего Александра Второго. Образованием и воспитанием наследника занимался штат преподавателей во главе с поэтическим корифеем Жуковским. Василий Жуковский о подготовке великого князя к царствию. Воспитание просвещенного монарха, а не полкового командира. Последним пунктом богатой учебной программы значились два огромных путешествия августейшего ученика по России и по Европе. По стране наследник престола объезжает 29 губерний. Это турне Жуковский называет обручением с Россией. 26 мая 1837 года, в 4 часа пополудни, здесь, на Старом Московском тракте, в 30 верстах от Екатеринбурга, сосаревич Александр первым из Романовых пересекает границу Европы и Азии. После двухсот с лишним лет правления династии, будущий государь, наконец, может представить размеры достающейся ему страны. Туда дальше Сибирь. Для серьезного узнавания, это, конечно, слишком беглое знакомство. И щедрый на сравнение Жуковский говорит, что это лишь оглавление книги, которую нужно еще будет прочесть. Но, стало быть, предшественники, они даже и оглавление не открывали. Александр провел в Сибири всего 10 дней и лишь в границах нынешней Тюменской области. Доехал до Тобольска. 18-летний царевич принял от ссыльных множество прошений и даже добился от отца некоторого смягчения участи поселенцев. За границей знакомятся с Европой и ищут невесту. В княжестве Гессендармштадтском Александру представляют 15-летнюю принцессу на выданье. По фамильной традиции немку подбирают ему в пару. В конце поездки – посещение Англии, где на престоле незамужняя королева Виктория. Она на год моложе Александра. Англия месяц торжественно принимает наследника российского престола. И в течение визита слухи о подлинном или мнимом романе Виктории и Александра волнуют весь Лондон и весь Санкт-Петербург. Здесь, в Букингемском дворце, торжественные обеды, приемы и придворные балы, на которых юная королева танцует только с русским царевичем. Александр и Виктория подолгу беседуют, вместе ездят в оперу, на неофициальных вечерах танцуют модный тогда шуточный танец «Гроссфаттер». Странноватая по нынешним временам забава. В «Гроссфаттере» партнеры движутся, держа за уголки мужские носовые платки, а кавалеры через них перепрыгивают. Эти скачки ее королевского величества и его императорского высочества продолжаются до двух часов ночи. Виктория потом не может заснуть до утра. Жене премьера королева признается, что царевич ей чрезвычайно понравился. Великий князь Александр в своем дневнике о королеве Виктории. Очень малоростом, талия нехороша, лицом же дурна, но мило разговаривает. Если бы и впрямь Роман, и если бы, бросив Россию, наследник уехал в Англию принцем-консортом, и оттого бы две величайшие империи заключили союз, то да, вся мировая история пошла бы другим путем. Но нет, сногсшибательный альянс немыслим, Англия остается Россией недружественной, а Александр женится на рекомендованной ему немке, принцессу Максимилиану Вильгельмину Августу Софью Марию, православие нарекли Марией Александровной. Александр сам выезжал на театр Кавказской войны, будучи еще наследником престола. К началу 50-х годов, после нескольких поражений подряд, в рядах горцев расков. Имам Шамиль обвиняет в измене второго по влиятельности вождя, Хаджи Мурата. Тот уже служил у русских и снова переходит на их сторону. Потом, понимая, что его используют против соплеменников, Хаджи Мурат бежит, перебив охрану. Беглеца настигли. Отрубленную голову отправили наместнику в Тифлис, оттуда в Санкт-Петербург. Череп Хаджи Мурата до сих пор хранится в кунсткамере. Хунзах. Исторический центр аварии. Среди 20 крохотных монархий и множества горных республик, из которых состоял Дагестан, аварское ханство было крупнейшим. И сейчас аварцы, самый многочисленный народ Дагестана. Наместником аварского ханства, то при русских, то при Шамиле, был легендарный Хаджи Мурат. Вот репей, который голой рукой не возьмешь. Такой он колючий, жесткий, с мясистым стеблем. Этот самый репей напомнил Льву Толстому про Хаджи Мурата, как тот один среди поля отстаивал жизнь. Лев Толстой служил на Кавказе, когда Хаджи Мурат переметнулся было к русским. До случайно увиденного репейника Толстой помнил о горце полвека. Потом написал 9 редакций повести и держал рукопись в столе до своего ухода из Ясной Поляны. Глава о зачистке чеченского аула была в России цензурно совершенно неприемлемой, и впервые ее напечатали в Берлине. Лев Толстой, повесть Хаджи Мурат. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, это была не ненависть, а не признание этих русских собак людьми, и отвращение, годливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ. Весной 1859 года разгромлена последняя ставка Шамиля в чеченском селе Ведено. Имам со своим отрядом уходит вглубь Дагестана. Шамиль поднимается на гору Гуниб и, укрепившись на ее вершине, полагается на волю Аллаха. У Шамиля всего 400 мюридов, и никто не идет к нему на помощь. Уже окружив Гуниб, но стоя еще там, внизу, русские предлагают Шамилю сдаться, гарантируя жизнь и беспрепятственный выезд в Мекку. Шамиль отказывается. Русские солдаты под огнем мюридов карабкаются по отвесным скалам, потом остановка наступления, снова предложение почетной сдачи. Признание русскими правильности выбранной Шамилем позицией – это крепость, возведенная примерно на месте укреплений Шамиля после взятия Гуниба. Она станет одним из крупнейших российских форпостов в Дагестане. Взяв укрепление горцев, войска стоят подлее мазанок Гуниба. Шамиль пробует откупиться, отдав врагу одного из своих сыновей. Русские требуют, чтобы сдались все, теперь гарантируя пленным лишь жизнь. Остальное зависит от милосердия царя. На окраине аула Гуниб, на камне, над которым теперь восстановлена беседка, русский главнокомандующий князь Борятинский принимает капитуляцию Шамиля. Главный враг Российской империи слагает оружие. За победу над Шамилем Борятинский получит фельдмаршальское звание. Вот серебряная медаль. На одной стороне вензель Александра II, на другой надпись по кругу. За покорение Чечни и Дагестана. Даты решающих боев и последний из них 1859-й, взятие Гуниба. Тогда, в 1859-м, и здесь, у этого камня казалось, что все, войне конец. Все замочены во всех сортирах, и победители получают звания, чины и награды. Генерал-фельдмаршал Борятинский в прокламации чеченскому народу. Император Всероссийский великодушно даровал прощение чеченскому народу за все враждебные действия против нас, за пролитую кровь русских, за вред и убытки. Шамиля и его семью отправили в Россию. В Москве и Петербурге побежденного имама принимают в высшем обществе с интересом и без всякой враждебности. С Шамилем встретился государь, подарил коляску с четверкой лошадей и определил огромное содержание – 15 тысяч рублей в год. Местом проживания Шамилю назначили Калугу. Семья и прислуга Шамиля – это 22 человека. Место им подобрать непросто. Некий помещик Сухотин соглашается сдать свой трехэтажный особняк в центре Калуги за 900 рублей в год. Дом во дворе постройки, была даже небольшая мечеть. Это пространство потом назовут Кавказ в Калуге. Грозный имам Чечни и Дагестана Шамиль прожил здесь 9 лет. Старший сын Шамиля Мухаммед Шефи остался в Петербурге. Он произведен в офицеры и по рекомендации Борятинского принят в собственный его величество конвой, в военное сопровождение императора. Будет командовать там особым кавказским взводом. В здании Калужского дворянского собрания потом был дом пионеров. Из исторического убранства лучше всего сохранилась парадная лестница, как раз для шествия на торжественную церемонию. Зал перестроен, но все-таки зал. Здесь, в 1866 году, теперь уже бывший главный враг Российской империи Шамиль присягает, наверное, подданство императору. Вместе с ним присягу принимают его сыновья Гази Магомед и Магомед Шахи. К тому времени на Кавказе, выселив черкесов в Османскую империю, Россия установила полный свой контроль. Шамиль из Калуги князю Борятинскому. Звезда князей, доблестный фельдмаршал. От души радуюсь великому событию окончательного покорения Кавказа. Раб божий, бедный старец Шамиль. Государь разрешает Шамилю совершить хадж в Мекку, тогда это территория Турции. В дороге Шамиль расхворался и умер в городе Медине. Поехавший было за имамом сын Гази Магомед назад не вернулся. Он, изменив присяги, воевал против России в русско-турецкую войну, дослужившись в турецкой армии до звания маршала. Крестьянскую волю дали по неволе. Александр II либералом по натуре не был. Но освобождение мужика полагало необходимым еще его прабабка Екатерина. При его отце, совсем не либеральном Николае, существовало целых девять секретных комитетов по крестьянскому вопросу. Потребность решить его давно перезрела. Александр II в речи перед московским дворянством 30 марта 1856 года. И сами вы знаете, что существующий порядок владения душами не может оставаться неизменным. Лучше отменить крепостное право свыше, нежели дождаться, когда оно само собой станет отменяться снизу. Учредили десятый секретный комитет, назвав его главным. С редкой для себя настойчивостью Александр повел дела быстро, при этом выдавая их за инициативу самого помещичьего дворянства. Подписание манифеста приурочили к шестой годовщине восшествия на престол, 19 февраля, а обнародование к прощенному воскресенью, 5 марта 1861 года. Как всегда по воскресеньям, военный смот в присутствии государя в Михайловском манеже. Здесь Александр II, император и самодержит всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочее, и прочее, и прочее лично читает твой манифест. То есть сам он мужицкую волю решился провозгласить лишь перед офицерами. Тем временем к Зимнему дворцу стягиваются войска, пехота, кавалерия, 24 пушки. Даже сами творцы реформы понимали, что обманывают ожидания деревни. Помещик, лишаясь крепостных, получал компенсацию. Вроде бы выкуп за крестьянские земельные наделы, но много дороже их цены. 20% вносил мужик, 80% казна, но это долг, который мужик потом выплачивал. И с большими процентами. Был неимущий крепостной, а стал свободный должник. Окончательный текст манифеста составлял московский митрополит Филарет. Получилось до того бестолково, что отсюда выражение Филькина грамота. В Толстой о царском манифесте. Мужики ни слова не поймут, а мы ни слову не поверим. Крестьянская реформа и вправду великая. Но в ее год крестьянских бунтов больше всего. И главное в Казанской губернии и в Пензенской, в деревне Кандеевка. Обелиск в Кандеевке в память о событиях весны 61-го года. По всей округе колесили глашатой с кличем «Воля-воля» и с красным знаменем. Впервые в русской истории поднято это знамя бунта. Главным зачинщиком был крестьянин Леонтий Егорцев. Он объяснял, что царь послал мужикам подлинное освобождение, но помещики ту грамоту перехватили и спрятали. Так царь теперь через него, Егорцева, велит всем до Святой Пасхи выбиваться на волю. Вот тут все и происходило. Те кусты на месте церкви, в которой читали царский манифест, а там еще живы остатки господского дома, перед которым собрались мужики. Кандеевка на стыке трех уездов, и народ сюда тянулся со всей округи. Усадьба, как водится, на пригорке. Перед ней колыхалась огромная толпа. Вообще в Кандеевке собралось до 10 тысяч мужиков. Прибыли войска. Из господского дома вышел генерал Дринякин. Он на иконе клялся, что это подлинный манифест. Но мужики не верили, не расходились. Все твердили, за Бога, за царя, все помрем. Толпа не дрогнула ни после первого залпа, ни после второго, ни после третьего. Потом еще 412 арестованных упорствовали. Умрем, а не повинимся. И еще многих в подвалах этого дома батагами забили насмерть. Леонтия Егорцева здесь, в Кандеевке, называли великим князем Константином Павловичем. Хоть того не стало за 30 лет до описываемых событий. У нас любой вожак крестьянского восстания непременно был самозванцем царских кровей. Но единственный случай, когда после подавления восстания мужики не выдали своего вожака. Егорцева скрывали где-то в окрестных деревнях. Он был очень пожилой человек и умер в том же 61-м году, но своей смертью. В три дорогая получаемые земельные наделы оказывались меньше используемых в крепостной неволе. Да еще мужику норовили отрезать землю похуже. Да еще до заключения сделки он считался временно обязанным, неся прежние повинности и барщину, и оброк. В Заправский манифест, ходивший по рукам. Помещику оставляется пахотный участок на его семью такой, как мужику, а больше ничего. Сложень – это чуть больше двух метров, а десятина – это чуть больше гектара. Так что очень несложно на нынешний манер на Кандеевских полях посчитать, сколько земли давали в 1861 году. Давали только на ревистскую душу, то есть на мужчин в возрасте от 20 лет до 55. Женщины и дети землей не наделялись вовсе. Получалось в среднем по нынешнему 3,5 гектара. Это вот в ширину раз 70 махнуть. Вот первый столб, второй, третий, до третьего столба – это в ширину. А в длину получалось бы, ну вот как до тех деревьев у реки. Это такой один надел. И в среднем по России выходило, что крестьяне теряли 20% земли. При том, что до освобождения признавалось, земли у крестьян мало. А в некоторых губерниях терялось даже до 40% земли. Такая была цена освобождения. При том, что вот эту личную свободу меня не будут больше продавать. Ее ценили очень мало. Гораздо выше ценилась земля. И миллионы мужиков твердили – воли без земли не бывает. И поэтому не верили царскому манифесту. Министерство государственных имуществ, вот в точности, как сейчас Мингосимущество, рассчитало норму – 18 кудов зерна на едока в год. Норма эта предполагает, что была заниженной. Но все равно, опять-таки, в среднем по стране получалось 13 кудов зерна на едока в год. То есть великая хлебосольная таравайная Россия, она хлеба досыта не ела. И в большинстве своем оставалась полуголодной страной. Везде одно и то же. Не слушая власти, неграмотные мужики ищут своего чтеца манифеста. В подлинность присланной бумаги не верят, толкуют царскую волю по-своему, приказам не подчиняются, в поле не идут, солдат не боятся. Телеграмма шефу жандармов из Казанской губернии. Вчера убито до 60 крестьян, раскаяния нет, кругом волнение, работать не хотят, полковник Ларионов. Помета Александра Второго. Грустно и непонятно. В 19 веке Соединенные Штаты энергично расширялись. 12 нынешних штатов купили у Франции за 15 миллионов долларов. За ту же сумму Мексика уступила Калифорнию, после того, как у нее силой отняли Техас. Еще до продажи Аляски прощание с Русской Америкой началось с продажи русской колонии Форта Роск в Калифорнии. Максимальная сумма страховки, это не бог весть какой машины, на случай аварии, 30 тысяч долларов. Как раз та самая цена, за которую Российская империя продает свой Форд Рос некому гражданину США Джону Суттеру. Конечно, в середине 19 века доллар был тяжелее нынешнего. Но все равно не безумные деньги, если вспомнить, как примерно в это же самое время Том Сойер нашел у индейца Джо 12 тысяч. Но самое поразительное, что и эти 30 тысяч Россия не получила. Мистер Суттер свои деньги так и не заплатил. Может, даже есть формальное основание предъявить претензии на эти территории. Но только кто теперь будет предъявлять и кому? К середине 19 века русские в прибрежных водах перебили всех коланов. А без драгоценного меха морских бобров, чего здесь делать, не знали. В долине реки, которая и сейчас называется Русской, хозяйничали плохо, земли толком освоить не смогли, людей не хватало. Правительство, контролирующее российско-американскую компанию, не позволило переселять в калифорнийскую колонию не только крепостных, но даже и свободных крестьян. Вот, купили в здешнем сельском хозмаге. Не то дуршлаг, не то крупное сито. В источниках указывается, что золото на русской реке мыли просто решетом. И старатели набежали со всей Америки. Через шесть лет после продажи этих мест Российской империи начинается знаменитая калифорнийская золотая лихорадка. А с ней калифорнийское богатство вообще, которое не кончается по сию пору. Российско-американской компании оставалось только кусать локти. Правительственный ревизор Головин. Общественные мнения России до сих пор негодуют за уступку нашей бывшей фактории в Калифорнии. Особенно с тех пор, как рядом с селением Рос открылись золотые прииски. Люди предприимчивые откроют в колониях наших богатства, о существовании которых теперь и не подозревают. Ревизор возражал против продажи Аляски. Там колонов тоже перебили. Полно морских котиков, но их мех тогда не ценился. Хотя горный инженер Дорохов первым обнаружил на Аляске крупинки золота, вести добычу людей предприимчивых не нашлось. В последние годы русские продают из Аляски лёд для продуктовых складов Сан-Франциско. Другого бизнеса не осталось. Чего жалеть? За 70 лет владения на огромной территории не удосужились даже учредить государственную администрацию. На тайном совещании в узком кругу Александр Второй решает Аляску продавать. Вон дело сделано. Россия продавать хочет. Остаётся убедить Америку, что она хочет купить. Но в Вашингтоне никто эти земли брать не собирается. Аляску называют ящиком со льдом. Ещё в моржовой России. Русский посол Степель, участник того совещания у государя, повредил больше 100 тысяч долларов на всякие сенатором и на заказные статьи в газетах, дабы склонить общественное мнение в пользу договора. Категорическим указанием Александра Второго было продавать не меньше, чем за 5 миллионов долларов. В конце концов, Аляску почти навязали за 7 миллионов 200 тысяч. По тогдашнему курсу 11 миллионов рублей. Деньги скромные при годовом бюджете России в 400 миллионов. Только золото на Аляске американцы найдут на сумму в 2,5 тысячи раз больше. А потом ещё откроют богатейшие запасы нефти. 18 октября 1867 года на этом холме в городе Новоархангельске, теперь Ситка, состоялась официальная церемония. Спустили российский флаг и подняли американский. С тех пор 18 октября здесь праздник – День Аляски. Российская империя продала 10% своей территории. Соединённые Штаты приобрели свой 49-й штат, и тогда и сейчас он самый большой по площади. Молчать больше нельзя! Эпоха реформ возбудила общественность. Лучшие умы принялись ставить, обсуждать и разрешать вопросы. Земельный, женский, армейский, правовой. В 19 веке бушуют свои шестидесятники. Тогда впервые толстые журналы «Властители умов». Лидирует основанный Пушкиным, ныне редактируемый главным поэтом своей эпохи Николаем Некрасовым «Современник». Тираж более 7 тысяч экземпляров, годовая подписка 16 рублей плюс реклама. Журнал «На паях» и его акционер Некрасов – первый наш классик, наживший с литературы капитал. Приемная редакция «Современника». Собственно говоря, весь офис – это только эта одна комната. В 1856 году за долю в дивидендах право первой публикации на 4 года Некрасову отдают Лев Толстой, Тургенев, Островский и Григорович. Знаменитая фотография авторского актива журнала сделана как раз после подписания договора. За роман получали тысячи по две. Можно на год снять многокомнатную квартиру в центре. Квартира-редакция Некрасова на престижном Литейном проспекте напротив Министерства государственных имуществ, у парадного подъезда которого поэт видел ходоков-просителей. Вот парадный подъезд. Здесь самое известное место наблюдения народного писателя за народной жизнью из своего окна. Выход каждого нового номера «Современника» отмечали застольем, и 20 лет в этой комнате собирались ведущие писатели современности. Корней Чуковский потом говорил, что если бы во время обеда однажды рухнул потолок, то разом погибла бы вся русская литература. Не менее передовой литературы редакция известна передовыми взглядами на жизнь. У «Современника» два издателя – Некрасов и Иван Панаев в двух соседних квартирах. Авдотья Панаева, женщина редкой красоты, Достоевский, знакомясь с ней, упал в обморок. Оставаясь официальной женой Панаева, она открыта – гражданская жена Некрасова. Некрасов, постыдных ненавистных уз, Отринь насильственное бремя, И заключи, пока есть время, В свободный по сердцу союз. Александровская реформация – золотой век русской литературы. За 20 лет Толстой и Достоевский, Тургенев и Гончаров создали русский роман, Островский – русскую драму, Некрасов – народную поэзию, Лесков – народный сказ. Передовые «Современники», однако, ставят идейность выше художественности. Из «Современника» уходят Тургенев и Толстой, Но публика зачитывается Добролюбовым и Чернышевским. На февраль 1963 года «Современник» анонсирует роман Чернышевского «Что делать?». Но, везя рукопись в типографию, Некрасов выронил ее по дороге. Оброненную рукопись подобрал мелкий чиновник. Он переходил Литейный проспект у Мариинской больницы, Увидел сверток, поднял его, И еще долго стоял, ждал, не появится ли хозяин. Здесь, на этой мостовой, решалось, что делать с романом «Что делать?». Быть или не быть священному писанию всех русских революционеров. Чернышевский сидит в Петропавловской крепости. Эта публикация не препятствует. Роман написал, как всегда, сразу набело, И текст по черновику не восстановишь. Некрасов в отчаянии дает объявление в газете, Обещая нашедшему крупное вознаграждение – 50 рублей серебром. Чиновник приносит Некрасову рукопись в этот дом на углу бассейна и Литейного проспекта. Некрасов когда еще был человеком рассеянным с улицы бассейна? Потом ее переименуют в улицу Некрасова. Вместо 50 обещанных рублей Некрасов дает чиновнику 100 детям на подарки. Чиновник не верит своему счастью и уходит. Господин редактор счастлив того больше. В следующем номере он напечатает бестселлер. «Что делать?» – самый политический роман отечественной литературы. В нем четвертый сон Веры Павловны дает пример коммунизма по-русски. По выражению Ленина, Чернышевский его всего глубоко перепахал. Из Средней Азии набеги на русские пограничные крепости совершаются более века, но только окончив Кавказскую войну решают укрепить здесь оборону наступлением. Империя уже дошла до Южного Казахстана, дозволена военная инициатива на местах и без приказа из Петербурга войска берут Ташкент. Все, что осталось от часовни на Ташкентском русском воинском кладбище. В самом центре Ташкента в 1913 году поставят памятник генералу Константину Петровичу фон Кауфману, завоевателю и первому генерал-губернатору Туркестана. Потом на этом месте был памятник освобожденному труду, серпу и молоту, потом памятник десятилетию октября, потом памятник Сталину, потом после 22-го съезда партии обелиск в честь принятия программы построения коммунизма, потом памятник Каулу Марксу, теперь вот памятник восточному завоевателю Амиру Тимуру. Итого за 80 лет получилось 7 памятников. Фон Кауфман происходил из обрусевшего австрийского рода. Воевал в Крыму и на Кавказе, но главное дело его жизни – Туркестан. При Кауфмане Ташкент – место, где делают карьеры и сколачивают состояние. Салтыков Щедрин даже книгу написал «Господа ташкенцы». Уже тогда Ташкент – город хлебный. Сильно перестроенное здание дома офицеров Туркестанского военного округа. В одном из самых крупных городов Средней Азии – Ташкенте – жизнь не особо изменилась после вхождения в Российскую империю. Русские селятся здесь отдельно, в своих кварталах, и только в них поддерживают свои порядки. Здесь, в русских кварталах, запрещалось даже садиться на скамейку в национальном халате. В остальной части города 99% населения не знают русского языка, живут по восточному календарю и по законам шариата. Их большевики отменят только в 1927 году. Бухарский мир объявляет России газоват, но в открытом бою русские всегда побеждают. Генерал-губернатор Туркестана фон Кауфман. Войска на пути своем предавали бы все и вся огню и мечу. Знакомство с туркменами показало, что они другого языка не понимают. В Средней Азии вода – это жизнь. Русские выходят к верховьям Зеравшана, реки, которая поит весь Бухарский Эмират. Река Зеравшан разливается летом, а весной она маловодна. 1 мая 1868 года. Здесь, в нескольких верстах от Самарканда, русские находят место, где Зеравшан можно перейти по грудь. На этой стороне – короткая стычка с войсками бухарского эмира Саид Музафара. У русских всего двое убитых. К победителям приходит делегация города. Русские велят на утро их встречать, как положено – хлебом с солью. Завоеватели готовят в подарок старейшинам Самарканда халаты. В 10 часов утра 2 мая 1868 года по этой ташкентской дороге через ворота Шаки-Зинда русские торжественно входят в Самарканд. Средоточие вселенной, жемчужина мира, Рим-Востока. Отныне Самарканд – древнейший город в Российской империи. Оставив в Самарканде небольшой гарнизон, русские двинулись дальше, забыв о восточном коварстве. Вчера еще покорный город поднимается против неверных. В старой цитадели Тимура 650 бойцов в неделю отбиваются от 65 тысяч восставших, но выстоят до возвращения своих. Среди осажденных в крепости – начинающий художник Василий Верещагин. Его туркестанскую серию картин купит для своей галереи Павел Третьяков, и к Верещагину придет слава лучшего русского баталиста. Болотна с репортажными названиями «Нападают врасплох», «Пусть войдут», «Смертельно раненый» и самая знаменитая из туркестанских картина-плакат «Апофеоз войны». Самое большое расширение Российской империи при Александре II – пространство от Каспия до Китая. Остатки империи Тамерлана Тимура – ханство Хивы, Бухары и Коканда. Все три их столицы – это сейчас Узбекистан, Коканское ханство – это в основном Киргизия и часть Таджикистана. От Хивы и Бухары оставят небольшие кусочки, но независимость этих ханств – фикция. Генерал-губернатор фон Хауфман хвастался – самый исправный у меня начальник уезда в Туркестане – Эмир Бухарский. Неуклонное продвижение России на юг страшно тревожит Англию. Северный медведь подбирается к Индии. Официально Россия отрицает любые подозрения. На самом деле Индию считают самым доступным куском Британской империи. Историк Терентьев. Если англичане станут в явно враждебные к нам отношения, надо пощекотать их в Индии. Англичане щекотки боятся в этом месте. Час пробил в 1878 году. Чтобы англичане были уступчивее на переговорах по итогам Балканской войны, из Туркестана на Индию двинули пехоту, саперов и полк оренбургских казаков. В поход из Средней Азии на Индию надели новые мундиры, взяли по две пары запасных сапог на брата, как раз, чтобы хватило до Индийского океана и было, что в нем мыть. Из Самарканда прошли первые 64 версты до кишлака джам. В джаме получают шифровку. Переговоры с англичанами закончились. Поздно уже грозить. Раздухарившемуся отряду дают отбой. Среди солдат начинается эпидемия. Отряд гибнет, не в бою, от холеры. Эта братская могила – памятник последнему индийскому походу Российской империи. Субтитры создавал DimaTorzok Еще в начале царствования в манифесте Александра II слова апостола Иакова «Правда и милость доцарствуют в судах». Их же начертают над входом в главное судебное здание. В 30-е годы 20 века в начале Литейного проспекта построили знаменитый большой дом – Ленинградское управление НКВД, МГБ, КГБ. А прежде на Литейном-4 был старый арсенал, в здании которого 17 апреля 1866 года открыли окружной суд и судебную палату. То первая попытка создания правового государства. Самая последовательная реформа. Утверждаются независимость суда, несменяемость судей, гласность и состязательность судопроизводства. Вы признаете себя виновным. Не могу я этого сделать, потому как я... В провинции высокий авторитет мирового судьи, присяжные выносят вызывающие оправдательные приговоры революционерам и забастовщикам, предварительное следствие введет не полиция, а судебные следователи. Лучше вы взяли для анализа немного травы с кровью. Прежде вообще не имея судебных защитников, Россия стремительно обретает адвокатуру мирового уровня. Лучших присяжных поверенных знает вся страна. Красноречие адвоката Федора Плевака войдет в пословицу. Министр юстиции замятнен. Богатый или бедный, вельможий или простолюдин, всякий найдет у нас равную защиту и покровительство. Юридические факультеты университетов самые престижные. Адвокатов царской России относительно населения было больше, чем в СССР, но отменив клеймение и шпицрутаны, сохранят порку. Вчерашний день, часу в шестом, зашел я на Сенную. Там били женщину кнутом, крестьянку молодую. В хрестоматийном стихотворении Некрасова самое известное место публичного исполнения телесных наказаний. Сенная площадь в Петербурге. Она всегда была неприглядной. Здесь был рынок старья, обжорный ряд для нищих. Пароли же не только из-за варварских нравов, а еще и от того, что взять нечего. Большая часть населения за свои провинности штрафы заплатить не могла. И полностью телесные наказания отменят лишь в 20 веке. Меньше столетия государство не порит своих граждан. Армейскую реформу проводит действительно лучший российский военный министр Дмитрий Милютин. 20 лет он на своем посту. Страну разделили на военные округа, сохраненные до сих пор. Армия уменьшена на треть. Увеличены жалования. На вооружение берут первые винтовки системы Бердана, Берданки. Вводят новую форму. Не в обтяжку и впервые с карманами. Отменяют призыв рекрутов и вводят всесословную воинскую повинность. Кроме льготников, все достигшие 21 года призывники. Но в армию берут по ее потребностям. Обычно всего четверть списка. Первая призывная комиссия в здании Московской городской думы. Вот памятная доска. Призывники тянули жребий, пронумерованные билеты из ящика. Устав особо оговаривал, что тянущий жребий должен прежде обнажить руку до локтя, это же эпоха карточных шулеров, и показать ее присутствующим открытою. Например, здесь и тогда, в 1874-м, на медкомиссию, а потом в армию, отправлялись только вытянувшие с первого номера по 139-й. А от 140-го номера и выше они отправлялись в запас. Путь в свой первый капитализм Россия начала со столь же низкого старта, что и сейчас во второй. Примерно с полутора процентов от объема мирового производства. Сейчас у нас 15-кратное отставание от лидера США. Тогда было 18-кратное отставание от лидера Англии. Но только за первые 10 лет Александровских реформ страна более чем удваивает свою долю в мире, став пятой державой. Выше подняться никогда не удавалось, только сокращали разрыв. Лидер первого русского капитализма – текстильная промышленность. Изобилие у богатого торговца, когда есть и сицы, и парча, то есть и шик – шелковые ткани, и повседневные ткани – хлопчатобумажные. Изумительной прочности и изумительной стойкости краски – вековые русские сицы. Во времена других тканей и других красок эту расцветку назовут старушечей. На самом деле это высшее достижение отечественной легкой промышленности. При Александре II в России текстильный бум. За 20 лет число ткацких фабрик в стране увеличится более чем вдвое. Объем производства вырос даже втрое. Сатиновые короли Морозовы, владельцы мануфактур в Орехово-Зуеве, и ситцевые короли Прохоровы, владельцы трехгорной мануфактуры в Москве, переодевают прежде льняную домотканную Русь. Фабрикант Яков Прохоров – о ситце. Товар по дешевизне своей стал доступен среднему и низшему классу. Самый легко достижимый юбилей супружеской жизни – один год – назовут ситцевой свадьбой. В России крупнейшая в Европе хлопчатобумажная фабрика – кренгольмская мануфактура под Нарвой. Текстильному буну не хватает своего сырья. Хлопок везут с плантаций США. Гражданская война севера и юга срывает поставки. Уже завоёвана Средняя Азия, но тамошний хлопок и хуже, и дороже. У местного туркестанского хлопка волокно было короткое и грубое. Сюда везут семена из Америки. Приживается здесь этот сорт. Называется Нагорный. Вон они, горы. Отсюда в Центральную Россию хлопок везут сперва на верблюдах до Каспия. Потом пока его на баржах вверх по Волге поднимут до Ивановских и Московских мануфактур. Сдорожает он страшно. В общем, когда в Америке закончилась гражданская война, то североамериканский хлопок стал стоить в России снова в четыре раза дешевле среднеазиатского. ВОЛГАТСКИЕ РЕФОРМЫ ВОЛГАТСКИЕ РЕФОРМЫ Они были прежде большим переломом русской жизни, чем Александровские. А начиная с них и далее, вот уже 150 лет вся история России резко поколенческая. Каждый раз дети живут по-другому, чем отцы. Табурет на лосиных ногах Занятная вещица, одна из немногих подлинных, сохранившихся от жившего в лесной глуши барина Завстойной Николаевской эпохи Василия Васильевича Верещагина, Череповецкого уездного предводителя дворянства Новгородской губернии. Двух своих старших сыновей уездный предводитель дворянства с измольства отправил в Петербург, в морской кадетский корпус. Но по его окончании, ослушавшись родительской воле, оба брата сразу подали в отставку. И дальше две магистральных судьбы бурной Александровской эпохи. Один брат среди непочатого края проблем общественной жизни России, другой брат среди непочатого края дел практической цивилизации России. Василий Васильевич Верещагин-младший стал исключительно плодовитым живописцем войны и мира. Главным художником по реформенной имперской политике. Лично участвуя в основных военных кампаниях, перед каждой составляет завещание. Погибнет уже в 20 веке на русско-японской войне. Для современников Василий Верещагин художник протеста. До него батальная живопись была только парадной, он рисует войну, бессмысленной и беспощадной. После первой же персональной выставки 1874 года Верещагина обвиняют в антипатриотизме и сочувствии к врагу. С полотнами Верещагина лично ознакомился император Александр II. По официальной записи очень резко выразил свое неудовольствие. Правда, через месяц императорская академия художеств присвоит Верещагину звание профессора, но Верещагин от него отказался. Плохо принимаемый российскими патриотами Верещагин ездит в горячие точки планеты. Много выставляется и продается на Западе. Великий князь-наследник Александр Александрович. Всегдашние его тенденциозности противно национальному самолюбию, и можно по ним заключить одно. Либо Верещагин скотина, подчеркнуто, или совершенно помешанный человек. Другой брат, Николай Васильевич Верещагин, станет зачинателем массового отечественного масла и сыроделания. В 1870 году на Всемирной выставке в Париже Николай Верещагин попробовал масло с севера Франции, из Нормандии. Оно было с таким ореховым привкусом. И решил делать похожее из молока русских северных коров. В Европе маслоделы брали только холодные сливки, а Николай Верещагин, борясь с мужицкой антисанитарией, первым сливки прокипятил. Это одно из трех существующих в России производств вологодского масла. Николай Верещагин был и автором закона об ответственности за фальсификацию масла, хотя на свою технологию он потем-то не оформлял, дабы производство такого масла беспрепятственно распространялось по стране. Назвать масло сразу вологодским Верещагин не решился. В России оно было парижским сладким, за границей – петербургским. То же самое с сыром. Эти места север нынешних Ярославской и Тверской областей, юг Вологодской, называют пашихонией. Но Верещагин начал с мировых форматов. Сыры – чеддер, голландский – пармезан. Николай Верещагин. Я тщетно обращался ко многим сыроварам-швейцарцам. «Научи вас, русских», – отвечали они мне, «что же нам, швейцарцам, останется делать в России?» Заняв две тысячи рублей у брата-живописца Василия, Николай Верещагин едет в Швейцарию сам. Освоив там сыроделание, возвращается и еще тысячу рублей тратит на первую артельную сыроварню. Не свою, крестьянскую. Деньги дает вольное экономическое общество. От него инспектировать начинание дважды приезжает химик Менделеев. Доклад о своей периодической системе он поручает коллеге, а сам с Верещагиным поочередно доит коров. Подряд создано еще 17 артелей. Верещагин получает орден Святой Анны. Сыроварни открывают во всех губерниях. Николай Верещагин первым так поверил в русскую буренку. До него считалось, что для производства мирового уровня сыра и масла нужно будет все отечественное стадо заменить на иностранные породы. Конечно, уже качество конечных продуктов сыра и масла доказывало качество исходного продукта – молока. Но Верещагин еще и демонстрирует самих коров. Из 59 стад он отбирает лучших для выставки в Ярославле, а потом еще проводит первую всероссийскую выставку крупного рогатого скота в Санкт-Петербурге. По ее итогам выходит книга «К вопросу о русском молочном скоте». Существовал и такой вопрос. И на него был дан тогда утвердительный ответ. Верещагин занят привлечением инвестиций, ветеринарией, изготовлением молочной посуды и приборов проверки качества, устройством передвижных маслоделин для пропаганды опыта и подготовкой кадров. Учреждает школы масла и сыроделия. В первой из них сам директорствует 27 лет. Основывает единственный в своем роде молочно-хозяйственный институт под Вологдой. Теперь молочно-хозяйственная академия имени Николая Верещагина. Но высшим достижением останется сладковатое сливочное масло. С ним Верещагин завоевал мировой рынок. Все дело в заливных лугах по пологим берегам бесчисленных рек и речушек. Весенние половодья нагоняют на берега речной ил. Потом вода спадет, а луговина удобрена. Трава сочная, надои отменные. Но мало использовать природные условия. Мало даже произвести отличное масло. Нежный продукт нужно еще доставить потребителю. Масло сперва везут по железной дороге. Через каждые 160 верст льдохранилища. То есть масло там разгружают, охлаждают, везут дальше. Рейсы по железной дороге, они приурочены к отправке судов из портов Риги, Ревеля, тогдашнего Таллина, Санкт-Петербурга. А отправка пароходов и их движение по морю, они приурочены к дням торгов на биржах Лондона и Гамбурга. Вот такой путь от этой речки до лондонского сити. Верещагин возглавляет комиссию маслоделов по установлению экспортной пароходной линии. Знаменитое достижение. Вывоз русского масла будет приносить денег больше, чем вывоз золота. Смотрите в следующей серии. Александр II. Окончание. Рождение русского социализма. Пореформенное счастье. Кому на Руси жить хорошо. Петербург. Город контрастов. Новый буржуазный шик. И коморг Раскольникова. Русско-турецкая война. На шибке все спокойно. Охота на царя и убийство. 1 марта 1881. Российская империя. 12 серия. Завтра в 22.35 на НТВ. Русско-турецкая война. Русско-турецкая война. Русско-турецкая война. Русско-турецкая война. Русско-турецкая война. Продолжение следует...